Здарова всем подозреваемым! И с вами, как всегда, Саня Слоун, и сегодня, в этом видео, я покажу вам самый, наверное, топовый баг, который есть на сегодняшний день в игре Соспектс, как полностью стать невидимым. И я сейчас не говорю вам про тот баг, когда вы быстро прыгаете и выпрыгиваете из люка, нет, это совсем другая имба, это просто настолько имбовейшая штука, что вы сейчас будете просто все в шоке. Просто, ну, обязательно, ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком и не забудь написать комментарий внизу, что ты думаешь на этот счет, правильно, неправильно. Кстати, чтобы вы не думали, что я такой, типа, там, показываю баги и так далее, я уже написал разработчикам, чтобы они пофиксили этот баг и, скорее всего, в ближайшие дни это все будет пофикшено. Значит, смотрите, что мы делаем. Я играю на эмуляторе. На телефонах, к сожалению, этот баг не работает, но он работает только на эмуляторах. Либо, если вы подключите к своему телефону джойстик. Посмотрите, я пошел двигаться по карте, все, меня никто не видит. Чекайте просто, что происходит. Я смотрю просто, где игроки играют. Посмотри, я бегаю по всей карте, получается. Видишь, меня здесь нет. Но если я сейчас, вот, смотрите, я сейчас побегу наверх на самый. Видите, если вы, особенно имбово это будет, если вы играете за сыщика. Вы представляете, если вы играете за сыщика, вы прыгнули в люк и вы просто чекаете всю карту. При том, что обзор у вас есть, и следы все видно, и все прочее работает. Но, конечно, и, кстати, да, убийство здесь совершить нельзя. Под землей, получается, да. Но поставить бомбу, как вы видите, здесь можно. То есть, не выходя из люка, поставить бомбу беспалево вообще или кого-то подставить, это реально вот, ну, это real. То есть, это можно сделать. Давайте покажу вам наглядно сейчас, как это все работает. Например, вот я поставил бомбу здесь. Да, здесь никого нет, ребята, ни одного предателя. Смотрите, это я все ставлю. Вот, например, этот фальзи сейчас тут бегает. Я его, считай, подставил. Я могу сказать, что это вот он был там на пинке, да, и он там это все делал. Смотрите, если я сейчас выпрыгну из люка, да, смотрите, оп, я оказываюсь в том же люке, в который я запрыгнул. То есть, это не перемещает меня в другие какие-то люки, то есть, это не так это работает. Но это в любом люке вы можете запрыгнуть и двигаться вот так вот по карте. Знаете, в чем проблема всей этой, ну, то есть, вот этой вот фичи? Проблема в том, что, смотрите, когда я на эмуляторе двигаюсь, да, мой джойстик, он не двигается. То есть, ни влево, ни вправо, да. Только пока я его не начну двигать вот так вот. Так я тоже могу двигаться, да, но точно так же и без жойстика я могу двигаться. Поэтому на эмуляторах эта штука работает. То есть, это как будто бы обзор карты, но каким-то образом я передвигаюсь под ней. В общем, так это работает. Я не понимаю, на самом деле, всю механику этого бага, но я даже не знаю, как его разработчики будут фиксить. Потому что я не знаю, как это на эмуляторе можно исправить. Ведь это нужно в самом эмуляторе исправлять. Я не думаю, может они как-то договорятся с блюстаксом, либо другими эмуляторами, чтобы как-то фиксили эту проблему. Потому что реально на эмуляторе я вот двигаюсь, и мой джойстик не ходит ни влево, ни вправо. А вот если так, да, вот как будто бы я имитирую пальцем своим, да, как будто я передвигаюсь. То так, да, так работает. И так не получится. То есть, если вы в телефоне играете, да, с телефона, и вы прыгаете в люк, то у вас уже нет этого джойстика. Он пропадает, смотрите, ребята. Он просто пропадает, все его нет. То есть, таким образом я могу у вас спокойно, да, передвигаться, вот. Видите, повсюду, то есть, где захочу. Вот так это, в принципе, работает. В общем, ну это имбище, ребята. За это даже и банить не могут, потому что, как бы, а за что банить-то? За что банить-то? Вы не ломаете игру, как бы, вы не делаете ничего такого, да. Это какие-то не читы. Вроде бы за текстуры вы ничего не ставите. Но это, конечно же, какой-то такой, знаете, это не баг, это даже и не чит. Это что-то типа какого-то лайфхака. Не доработки в игре, да. Это что-то такое вот, да, чего не досмотрели и не успели исправить. Поэтому, ребята, просто, если вам понравилось это видео, ставьте обязательно лайкос. Подписывайтесь на канал с колокольчиком. И, конечно же, пишите в комментариях, будете вы юзать, не будете. Имба это не имба, читерство не читерство, наказать или не наказать. В общем, ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.